Рассмотрим еще некоторые определения, касающиеся активной директории доменных служб. Это режим аутентификации в ADDS, связь ADDS с моделью X500, концепция схемы ADDS, объекты схемы, внесение изменений схему при помощи утилиты ADSI. И также, что такое облегченный протокол доступа к каталогам и некоторые другие понятия. Режимы аутентификации в ADDS до Windows Server 2000 базировались на NT LAN менеджере. Этот пароль, который вводил пользователь, зашифровался в виде хэш и пересылался по сети в этом виде. Недостатком было то, что можно было отслеживать эти пересылки, отлавливать их и при помощи сторонних средств взлома паролей или грубой силы, brute force, расшифровывать эти пароли и использовать, естественно. Дальше, во всех версиях после Windows 2000 стала применяться система аутентификации Kerberos. Kerberos не пересылает информацию пароля по сети и поэтому гораздо безопаснее NTLM. По поводу модели X500. ADDS в основном следует информационной модели службы каталогов X500, которая определяет службу каталогов через распределенный подход. И информационным в виде информационного дерева каталога. Собственно, расширение DIT, которое и расшифровывается как Directory Information Tree. То есть, информационное дерево директории каталогов. Это дерево логически разбивает структуры службы каталогов в уже знакомый формат. Вот такого вот вида. Имя сервера, потом имя поддомена, потом имя домена и домен первого уровня. В модели X500 информация каталога хранится в иерархической структуре, которая получила название агентов системы каталогов. или Directory System Agents, или сокращенно DSL. Технология ADDS основана именно на этих базовых принципах определения X500. Но сама она не совместима с реализациями X500, поскольку протокол X500 основан на модели OSI, которая неэффективно работает с протоколами TCPIP, которые используются в ADDS. Схема. Мы уже упоминали, что такое схема активной директории. Схема ADDS называется набор определений для всех типов имеющихся в каталоге объектов и связанных с ними атрибутов. Именно схема задает способ хранения и представления данных в ADDS обо всех пользователях, компьютерах и других объектов, чтобы они имели стандартный вид по всей структуре. Она защищается с помощью списков управления разграничением доступа или же Discretionally Access Control List, или сокращенно DACA. По сути, схема представляет собой базовое определение самого каталога и является основой функционирования домена. При делегировании прав на управление схемой избранной группе администраторов следует соблюдать осторожность, так как все изменения, вносимые в схему, влияют на всю среду активной директории. Объекты схемы Объекты схемы Они сохранятся внутри структуры ADDS Такие объекты вроде как пользователи принтеры, компьютеры, сайты И у каждого такого объекта имеется список атрибутов, которые определяют его характеристики и могут применяться для его поиска. Например, объекты пользователя для работника по имени Иван Петров будут иметь атрибут FirstName Это имя это вот один из атрибутов со значением Иван и атрибут LastName фамилия со значением Петров Помимо этих могут назначаться и другие атрибуты название подразделения например, адрес электронной почты и любые другие атрибуты которые будут касаться вот именно этого объекта user пользователя Изменять схему можно при помощи утилиты ADSI то есть это утилита непосредственно вносит изменения в схему нужные нам изменения делает в схеме вот ADSI Edit мы можем сейчас прямо и посмотреть посмотрим эту утилиту и попробуем внести какие-то изменения в схему какие для тестовых нужд итак запускаем нашу виртуальную машину запустим русскую версию русскую версию сервер 2016 опять-таки все манипуляции по администрированию сервера можно выполнять из диспетчера серверов здесь же и находится это утилита средства выбираем редактирование ADSI я уже подключился но здесь сразу вот как только в первый раз запускается это средство то нужно подключиться к нужному нам домену здесь мы подключаемся к контексту именования по умолчанию то есть к домену lab local и мы удалим этот второй и здесь уже можно вносить изменения в схему нам необходимые нажимаем правой мышкой и прямо можем создать объект в нашей активной директории например организационная единицу так и ищем вот в имени объекта на букву O Organizational Unit и создаем указав значение это будет название нашей организационной единицы например темп готов и прямо можем посмотреть в в средствах в папочке средства найти пользователей компьютеры оснастку по управлению касающейся пользователей компьютеров активной директории в нашем домене мы можем найти теперь папочку темп организационную единицу точнее темп здесь мы можем создать пользователя точно таким же образом опять таки кликнув на этом объект и выбрав нужный нам объект например можно создать также контейнер вот как этот контейнер это увидеть что это не организационная не организационная единица а контейнер можно по иконке вот здесь желтая иконка просто пустая а здесь с какими-то там символами еще внутри так не рассмотришь ну по-моему там компьютер нарисован или еще что-то то есть видно что это просто папка для для какой-то организации информации в одной папке а это организацион юнит или организационная единица и и вот та которую мы создали при помощи утилиты адси edit создадим сейчас не организационную единицу а папку к примеру опять создать объект и мы выбираем контейнер или папка здесь объект называется контейнер и все названия к сожалению так как они должны иметь как бы универсальное имя так как они должны называться именно для структуры нашей активной директории выбираем контейнер пишем например темп контейнер далее здесь можно дополнительные атрибуты любые здесь очень много атрибутов много очень всяких возможностей но мы пока что базовые возможности изучаем как создать просто самые часто используемые элементы активной директории поэтому нажимаем готово здесь жмем обновить и не видим созданного нами контейнера потому что чтобы посмотреть еще дополнительные какие-то свойства и дополнительные возможности по администрации пользователей компьютеров мы должны нажать кнопочку вид и вот дополнительные компоненты и появится еще очень много компонентов которые нам могут пригодиться при администрировании активной директор в том числе созданный нами контейнер вот он темп контейнер который тоже можно для чего-то использовать но лучше при отсутствии какой-то явной необходимости не создавать дополнительных каких-то контейнеров не засорять только можно там в каких-то тестовых нуждах это использовать а так не засорять вот этого дерева нашей директории поэтому мы его удалим сразу ну собственно вот это утилита по редактированию непосредственно каталога активной директории возвращаемся к нашим слайдам облегченный протокол доступа к каталогам по-английски он звучит как Lightway директории аксесс протокол или LDAP почитать про все свойства и описание этого протокола можно вот в этом документе RC 33 77 там детальное описание этот протокол позволяет выполнять запросы изменения в Active Directory Domain Services или доменная служба активной директории собственно посредством этого протокола мы вносим изменения в активную директорию вот как мы только что делали объекты этого каталога должны иметь уникальный идентификатор то есть и уникальный путь к ним эти пути могут быть двух форм отличительные и относительные имена или отличительные или относительные пути к вот этим вот объектам собственно вот как выглядит отличительное имя в активной директории си нейм common name прошу прощения это общее имя определяющий объект в каталоге о ю это организационная единица о у дальше dc domain controller и дальше идет еще один dc local то есть это dns имя домена активной директории дальше относительные отличительные имена выглядят вот таким образом это просто усеченное отличительное имя указывающее на место объекта в конкретном контейнере ну то есть это вот вторая часть нашего отличительного имени вот без common name вот отсюда мультиэталонная репликация в контроллеров домена доменных служб активно директории для аутентификации аутентификации пользователей применяются контроллеры доменов или domain контролл в каждом из них хранится эталонная копия информации домена с разрешениями на запись и чтение изменения вносимые в каком-либо контроллере доменов сразу автоматически реплицируются во все остальные контроллеры домена поэтому можно вносить изменения на любом контроллере домена и они будут реплицироваться или синхронизироваться на все контроллеры домена это вот и называется мультиэталонная репликация в контроллерах домен как противопоставление мультиэталонной схеме репликации можно вспомнить это вот эталонную схему репликации когда одна роль может находиться на одном контроллере домена эталон схемы эталон педиси и так далее которые мы на прошлом занятии рассматривали глобальный каталог тоже уже упоминали но еще более детально вот сейчас в этом слайде я хочу рассмотреть это индекс базы данных активной директории в котором хранится частичная копия его содержимого в нем содержатся ссылки на все объекты из дерева активной директории что позволяет пользователям выполнять поиск этих объектов которые расположены в других доменах в глобальный каталог копируются не все атрибуты объекта только те которые наиболее часто используются в операциях поиска например фамилии имя и так далее серверы глобального каталога это вот они так и называются global каталог domain controller это контроллеры домена которые содержат копию глобального каталога можно в принципе не обязательно чтобы каждый домен контроллера имел копию глобального каталога но так часто делают что каждый контроллер имеет копию глобального контроллера также можно размещать глобальный каталог на read-only domain controllers или контроллер домена с запретом на запись и такие глобальные каталоги будут называться read-only global каталог или глобальный каталог с запретом на запись далее доверительные отношения между доменами бывают транзитивные доверительные отношения и явные отношения транзитивные отношения устанавливаются автоматически при создании доменов или добавлении в лес активной директории нового дерева доменов транзитивные отношения обычно являются двунаправленными когда каждый домен доверяет другим доменам нужно учесть что существование доверительных отношений между двумя доменами не означает что все пользователи одного домена автоматически имеют доступ к ресурсам другого домена это первый шаг к получению доступа все права должны быть назначены явные отношения это не автоматически созданные отношения те отношения которые устанавливаются вручную такие отношения например могут устанавливаться между двумя разными деревьями не связанными в доме в один лес или между двумя лесами например и так далее